Господа, СТРВ-101, он же третий Цунтурион, но в ветке Швеции. Недавно мы играли на УШ-405, или как он там называется, это вот, это маленькая и необычная штучка с пусковыми установками, и я сказал, что на танке более классическом мне будет играться более комфортно. Так соврал ли я? Я ведь даже не врал, так в прямом смысле, мне кажется, что на Цунтурионе третьем играется более комфортно, но может быть я не прав, и я могу это признать. Сегодня мы отправляемся в бой, чтобы это выяснить. Мало того, что вы можете собрать сетап 8.0, с ним СТРВ-103 и УЖОМ, так может быть действительно на нем играть первым и единственным респауном веселее? Погнали в бой, и будем проверять, как себя не только чувствует третий Цунтурион, но и что будет лучше, медленный танк с обычной пушкой, или быстрая какая-то, не знаю, мелкая вонючка, которая может поднасрать не кисло, но при этом сама отлетает с одной пульки. Поехали в бой. Народы, ну а если вы интересуетесь не только танчиками, но и различными спортивными событиями, такими как футбольные матчи, баскетбол, да всё что угодно, то я могу порекомендовать вам сервис Винлайн, где вы сможете смотреть это всё в онлайне в прекрасном качестве и без реклам. Ну а если вы считаете себя ещё и достаточно дисциплинированным и подкованным, то можете попробовать себя в ставках на спортивные события, где сможете получить солидный куш, если, конечно, хорошо умеете предсказывать исход спортивных событий. Ну и, конечно же, по моему промокоду COLD вы можете получить фрибет до 20 тысяч, если хотите попробовать себя в этом. Винлайн – ваш проводник в мир спорта. Ссылка на него в описании и в закреплённом комментарии. Только напоминаю, не нужно сливать всю зарплату, потому что ставки – это только развлечение. Так, СТРВ-101 отправляется в бой. Здесь у нас... Слушайте, вот то ли я дурак, то ли лыжи не едут. На британском, я абсолютно уверен, Сунтурёне 3-м, есть сплошные снаряды. Здесь я их не вижу в списке, ну хоть убейся. То ли их надо прокачивать, я их здесь не выкачал. То ли просто у шведа их нет. Комментарии открыты для того, чтобы сказать, что стример не подготовился и нихера не знает о тех. Но в любом случае играть, скорее всего, вы будете на подкалиберах. Они пробивают здесь 350. И под наклонами тоже нормально пробивают. Это с отделяющимся поддоном. А вот как с уроном будет, сейчас выясним. Сунтурён 3-й – это не особо быстрый танк, но в целом вроде как по динамике сойдёт. Правда, играет он теперь с Леопардами первыми, что, соответственно, делает его одним из самых медленных здесь. Но башня поворачивается более-менее, наводится не очень быстро, но сойдёт, типа, советы не быстрее. Главное – наличие отличного двухплоскостного стабилизатора. И, конечно же, у нас есть ещё броня какая-никакая, но, честно говоря, против подкалиберов вражеских и кумулятивых, ну, такое. Не особо она нам помогает. Благо, орудия. Это у нас здесь Л-7, Кан СТРВ-101, перезарядка 7,3, подкалиберы, стаб. В общем, такой танк, позиционный немного, но, с другой стороны, может и на ходу вести огонь, в отличие от, ну, не знаю, Леопарда того же самого. И при этом стреляет-то, по сути, приблизительно тем же самым. То есть на Леопарде, скорее всего, ты тоже будешь играть на подкалиберных снарядах, друг мой. И, ну, честно, кумулятивы сейчас не так актуальны. Хотя здесь у тебя и выбора-то нет. Может быть, тебе бы и понравились кумулятивы. Но, тем не менее, тут на Цунтурионе без вариантов. Подкалиберы. Да и все здесь. Туманище, стрельба откуда-то по нам с центра карты. И что-то как-то странно непонятно. АМД. О, мы в самой жопе списка. АМД-ха будет кушать наши снаряды за милую душу. То есть мы теперь воюем против ломов. И как 55-ки убивать, это большой вопрос. Потому что наши подкалиберы с новой прекрасной механикой разрушения снарядов подкалиберных берут их в лобовую проекцию очень неохотно. В общем, стрелять надо на этой штуке уметь. Потому что если ты не умеешь стрелять, приготовься за это поплатиться. Эх, жаль, разведочки нет. Как было бы сладенько ему по бочине-то жмахнуть. Это БМП-1. БМП. БПМ. БМП. Так, леопард здесь. Да она уедет. Я боюсь, что я сейчас за ней полезу. И как выхвачу. Вон оттуда какие-то выстрелы. Здесь какой-то у меня двигатель. Вон какая-то стрельня происходит страшная. А, стрельня, в общем, сразу и кончилась, да? Я, в общем, вообще куда-то не туда поехал. Не угадал с флангом. Хоть что-нибудь здесь увидеть, это вообще невозможно. Поэтому мы, как слепые котята, сейчас будем получать порта. Вот я практически гарантирую. Так, БМП все? Не все? Не пойму. Не, еще жива. Это ненадолго. О, это вторая БМП. Не первая. Страшная штука, между прочим. А где танк вражеский? А вот и танк вражеский, двигатель заряжающий. Очень медленная башня. А у меня очень медленная перезарядочка. Пожалуйста, спаси меня, Иисус! И правда спас? Он... Вот... Вот я придумал, конечно. Да-да-да, прям откуда-то. С респа в бочину еще один. А, вот это я придумал, конечно, выехать на холл на третьем Центурионе огромном. Давайте с другой стороны поедем. Но с такой видимостью, как слепой котенок, блуждаешь. И либо ты стоишь на позиции и ждешь своего фрага, либо ты вот так вот выезжаешь и умираешь. Тут я, понятно, виноват. Погнался за фрагом, но я его сделал. И самое странное, что я еще жив остался, потому что меня... Меня ломом, что ли, пробили. Почему такой урон прошел? У меня умер только механик-водитель. Он пробил меня куда-то в стык. Может, из-за этого снаряд у него потерял свойства. И вдруг испарился. Та-да! Он испарился! Не знаю, в общем, что произошло. Два фрага есть. Меня такой размен устраивает более чем полностью. Ну, а то, что я прозевал в бочину 55-ку, я хотел про это уже сказать, что мне прилетит сейчас гарантированно. Ну, мне прилетело. Так сказать, не обманывая ожиданий. Вражеская техника решила нападать мне леща. У нее получилось. Да, воюем мы против страшных, конечно. Господ. А тут вообще, где кого искать? Опять же, нихрена непонятно, куда смотреть. Могут у меня быть слева танки. Не могут, вон. АМ-ка откуда-то слева, по-моему, вшатала моего союзника. Но тут деревья и туман. У меня такое ощущение, как будто это готическая Англия 16 века. А я вообще в рассказе про Фредди Крюгера. Так сказать, второй Блэк Соулс пополняется новыми этими. Новыми маньяками. В числе которых, в том числе и я. Так. Слева не союзник. Справа союзник на вертолете. А вот там я слышу что-то совершенно иное. Ну и все. Либо ты стоишь и жопу чешешь на месте, и тогда ты хоть как-то существуешь. Либо ты едешь и умираешь. Как мои союзники здесь. Ну и вот оно. Невидимое нечто, умершее только что. ИС-6, кстати, тяжело его будет пробить. Слушайте, Центрюрин сейчас оказался так высоко, что действительно даже вроде с подкалиберами, которые раньше должны были шотать все в силуэт, не так уж просто теперь что-либо пробить. Я прям не понимаю. Я слышу этот двигатель вертолета. Либо это баг. Либо я не знаю. Ну вот Алуэто летит. Ты будешь с ним сражаться? Ты его видишь? Он с тобой разговаривает? Ты один в этой комнате? Блин. Не вся команда почти уже умерла. А я так и езжу со своими двумя фрагами, как это... Слепой в тумане, рассуждающий о радуге. Ну и все. Если там 55-ка, как ее убить? А никак. Кайфуй от осознания собственного превосходства. Пока ты за холмом. Ну как только ты вылезешь, я сделаю из тебя грушевый пирог. И не спрашивай, где я возьму груши. И умею ли я печь пироги? Но я пойду в него убьюсь и пойдем в следующий бой, потому что этот растерял для меня всю свою привлекательность. Вместе с тем, как противники решили скончаться. Ну что это за программа переселения? Из мира настоящего в райские кущи. Я требую компенсации. Желательно не свинцовой болванкой прямо в лицо. Или он выбрал подземный город? Райский. ЖК АИТ. Твой дом сгорит. Простите. Ладно, давайте в следующий бой. Этот как-то без меня свершился. Это странно. Так, едем на точку С. Там предполагается знатный махач. И как же в таком не поучаствовать на нашем танке серого цвета? Какой-то серо-зеленый такой. Сероболотный. Мне нравится. Спокойный. Не вызывает агрессии. Как там это? В тех анекдотах, когда красные стены. Какой ребенок будет, да? Здесь же все прям... Прекрасно шведы придумали с камуфляжем. В городских условиях, хотя вон свет леопарда вот этот такой коричневатый, тоже вроде ничего. Но этот прям универсальный. И к болотам, и к траве. И к чьей-то голове. Пока мне больше нравится на этом играть, чем на уже. Во-первых, я не влетаю впереди планеты всей. И, соответственно, не мру, как дегенерат. Потому что я приехал первый, не успел остановиться и сдох. Во-вторых, стабилизатор и комфорт стрельбы, конечно, на Центурионе мое почтение. Но, во-первых, я пока сделал буквально три выстрела. А во-вторых, сейчас я еще попаду в ситуацию, где я не успею башню навести. Все-таки не самое быстрое наведение тут. Но в городских условиях Центурион чувствуется достаточно шустрым. Уверенно быстрым, я бы это сказал. Это еще что такое летит? А ну-ка сюда иди. На своей кобре. А, понятно, это Дзефа был. Это даже не кобра была. Да твою мать, еще один. Вертолетные ушлепки. Каким-то чудом я выжил. Но пока буду чиниться, уже умру. Я зуб даю. Там вон справа танки, слева танки. А у меня башня не повернется просто. Конечно же в меня! Ну, конечно в меня! У тебя перед тобой стоит АМХ. А выстрелишь ты в меня? Ну, рот я ваш наоборот делал, господин на Т-55. Еще и на Птурах. Вообще какой-то безумный бред. А Дзефа летает. Хрен ли не летать-то, ёпта. Мдаааа. В рот его Тандер. Или не Дзефа это? А, сбили. Ми-24А это был. Ну, просто ни одной зенитки. Вертолеты летают! Чтоб я так летал на нарах над полем боя. Столько времени. Меня начинают убивать еще, как только я начинаю взлетать с вертолетного филда. Мои союзники. Мои союзники делают так, что мы вдвоем, он с Леопардом, во-первых, сдохнем. Во-вторых, у нас сдохнет все направление, потому что вертолеты очень вовремя отвлекли нас. У меня от этой ситуации немножко жжет. Ну, потому что Центурион... Не самая лучшая штука для того, чтобы сбивать вертолеты, очевидно. Ну и скорости наведения тоже не хватило, когда тебя застали врасплох. Не особо Центурион горит желанием быстро перенаводиться туда, куда нужно. Несмотря на наличие стабилизатора. Так-то стабилизатор это все? Да не все. И вообще вся моя команда сдохла здесь. Подождем. Что делать? Как будто у меня варианты есть. Вот, едет 32-ка Е1. Бам! Под калибр, боеукладку. И уже не едет. Да, спереди где-то еще слышу звук, не понимаю. Вот так я делаю для того, чтобы понять с какой стороны звук. Потому что в тундре спереди или сзади ты не различишь никогда. А так будет в левом ухе, если спереди. И в правом, если сзади. У меня справа танк. Ну, я не развернусь на него, да? А-а-а. Я умер, да? Двигатель, трансмиссия. И его убили. Слава богу. Хотя бы так. Спасибо за дымы, британцы. Продуманные черти. Не так много, как хотелось бы. У меня прям сзади танк. Прям в упоре. Ждет, когда дымы рассеются. А что, если я сделаю вот так? У меня еще один танк здесь. Я его не пробил. А зачем ты стреляешь пулеметами через дымы? Ошибка. М-103-го будет тяжко убить. Да ты серьезно? У меня танки со всех сторон Повернишь ты башню Ждем его А у меня сзади танк И слева, и справа дымов, то все Аля-ля, и тру-лю-лю, да Еще один А, че я ною? У меня команда исчезла Как явление, я один Все понятно, все с вами Понятно, очень интересно Играем, очень интересно А будут сегодня Нормальные бои? Или только цирк? Я резнусь прикола ради На Шермане 3.7 Просто потому что Почему бы и нет? Заряжающий Каморник, кстати, в 55-ку влетел Если что, в корму башни только что Приводы Что касается ХП у танков, так сказать Чем выше БР-танка, тем Больше живучести у него Ну как, тебе стыдно? Умереть от Шермана На 55-ке Господи, какой цирк Какой цирк у меня, а не команда Они сдохли все 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 Вообще Поголовно Я умру А, я выбил ему ствол Господи, мне на Шермане играть проще Чем на Цунтурене, походу Ладно, шутка это Ни хрена я ему не сделаю Да убей ты меня, выйди уже Давай Пулеметом меня затыкай Что я тебе сделать могу? У меня, блин, 90 пробития Ладно, 100 А, ну с такими игроками победа у нас в кармане Без пяти минут пора Затаскивать бои Погнали в следующий бой А это, пусть в огне горит Так, ну если в этом бою опять произойдет все то же самое И мы теперь победим опять же вот так, как за две минуты То это, конечно, максимально показывает, что сегодня у нас какой-то нездоровый подбор происходит Ну да и ладно У меня пока к Цунтурену гораздо меньше вопросов, чем к тому, в каких ситуациях я оказываюсь, ну вообще в целом В общем и целом К танку пока мало претензий Кроме того, что стрелять через дымы на нем вслепую под калиберами неудобно Ну как и на любом другом танке Ну просто каморникам, очевидно, шансов немножечко больше уничтожить врага В таких ситуациях остается Поедем опять же к дирижаблю, посмотрим Оттуда, если надо, выйдем в центр Если надо, будет Мне нравится то, что он набирает свою максималку довольно шустро Жаль, что она 35 Была бы вон 45 и все, и вопросов ноль Мы бы вон катались как турмы, 55-ки, ну британцы как всегда Любят ограничения какие-то скоростные Единственный момент, что хотя бы Центурион назад нормально отъезжает В отличии от всяких кометов, кромвелей и прочего вот этого неиграбельного говна Со скоростью движения назад в 2 км в час Потому что Этсенс к скиллу там Такой, что, ну невозможно короче на этом играть Совершает ошибки даже лучший игрок И за эти ошибки на них наказывают Брони там нет Пушек там нет Подвижности там нет Там ничего нет теперь Почему говорю, что пушек нет? Ну, потому что Урон у них довольно посредственный ныне Кто это такой? На тебе ваншот Держи Объект 435-й Удивлен, что я его в НЛД просто взял дошотнул Почему-то мне казалось, что я так не могу Но, видимо, боеукладка взорвалась Я даже не обратил внимания на киллкам, к сожалению А я здесь могу простреливать, да? Ну, в целом могу А, могу, сказал я А эта штука не простреливается Ясно Вартандер, игра больших возможностей И еще больших недоработок, судя по всему Да, эта штука не простреливается Спасибо, игра Прекрасно жить, осознавая Что жизнь твоя полна неожиданностей Когда у тебя окно Блин Вот такое Просто является единой монолитной конструкцией А отдел тестирования У нас вообще в игре существует? А Отдел моделирования Когда выглядит конструкция Не монолитная Она же должна быть не монолитной, да? Или я не прав? Или я просто в геймдизайне Не понимаю чего-нибудь Так, меня зажимают опять с двух сторон И я опять в какую-то очко приехал Где у меня слева враг, справа враг Со всех сторон враг Я сейчас умру, потому что танк Центурион 3 Не такой расторопный Чтобы выдерживать критику со всех сторон В одну сторону дымим В другую срём Посмотрим, в какой, так сказать Быстрее запахнет Да, ещё если мы говорим о О том, насколько он повреждён И ездит быстро Уф Слушайте, я Очень затрудняюсь Я, конечно, наткнул, что здесь есть Наверное, мне придётся отвлечься Потому что, да, я бы с радостью Пострелял в центр Но, походу, это не та позиция Так, его бахнули Но там ещё Угу У них оказалось Больше объездунов, чем я думал Тут какой-то наглый Иланд Думал, что он особо живуч Смел и умён И что, если мечтать в одну руку А как и в другую То та, которая мечтать Заполнится быстрее Да, тут их А, тут вся команда Я услышал Этот двигатель слишком поздно О, эфки Потому что она была далеко Эх Почему я всё время выбираю Такие направления А, ну ладно Тут вопрос не в направлении Почему моей команды нет Опять, как явление Раз, два Ну, полкоманды уже сдохла Не просто умерла Оно ещё и с боя вышло Вот, в чём даже смысл-то Поэтому какой контроль карты О чём речь вообще Как ты можешь контролировать карту Если у тебя тупо В два раза меньше игроков Чем у противника А сегодня день волшебства, да? Я его не вижу А он меня прекрасно Кстати говоря Через все вот эти вот деревья Вы видите его? Я нет Ну, во-первых, хочу пожать руку Разработчику этой карты За вот эти прекрасные Непростреливаемые объекты За прекрасную карту А во-вторых Хочу передать Слово команде своей Хотя я думаю Что рот они не могут открыть Он уже занят кое-чем Пойдём в следующий бой Так, я надеюсь Смена карты Позитивно повлияет На наши результаты В сегодняшних боях Потому что То, что сейчас происходит Это, конечно Шиза Прям максимальная Ну, конечно же Я не могу проехать здесь Медленноват Там и два АП Мы попали прям Я даже не буду пытаться На левый берег туда уходить Меня хлопнут Я даже не успею опомниться С моей-то скоростью Пойдём поэтому В центр За ракетом-автоматом Блин, я не знаю О танке Вообще нечего сказать Потому что Все эти три боя Это просто цирк с конями Ублюдство на ублюдстве Ты всё время в окружении И на каком бы танке Ты ни был Ты всё равно бы не выжил Вообще пофиг Отсунатурён ещё и медленный И если ты ещё решение Неправильное принял Как я вот В предыдущей карте На предыдущей карте В предыдущем респауне Просто Покатился и сдох От невидимого танка За невидимыми Точнее за очень даже Видимыми Деревьями и листами Только ему прекрасно Всё видно А мне нет И союзник Его, кстати, не убил Хотя по нему стрелял Опять же Хотя Что я вообще От них ожидаю Это большой вопрос Немного нереалистично Судя по всему Да Руйкаты ездят Уже здесь А почему умер Уж Ой, когда-нибудь Я доеду Мне кажется Я сейчас на смерть Сразу приеду Ясно Если Если предположить Что я начну нормально стрелять То, наверное Ситуация станет лучше Но пока что Вообще ничто не предвещает Того, что вдруг Мои руки Станут прямее Не как были Кривыми Хоть палками Исправляй Ё-моё Наши вообще Весь центр отдали Так мы сейчас Все сдохнем здесь Я скатываюсь вниз И на ютубе Так в целом Часто делают блогеры Да пипец У меня У меня здесь техники Вагон Всё, ждём Союзники не едут вперёд Я тоже не еду Потому что я не могу Опять останусь один В окружении Блин Но это получается Что мы им центр Отдаём спокойно А я попробую Отсюда их пообстреливать Если кто-то в наглую Поедет Но у меня углов Не хватает Чтобы это делать Хотя они вроде Неплохие Но Не идеальные Вон, 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 вон Вон, вон, вон Что это такое Да я не могу успеть Я не удивлюсь Если ты меня сейчас Ваншотнет артиллерией О, магаху убили Того, по которому я стрел И опять он проезжает Не успеваю я Потому что заборы А я через них стрелять не могу Ну, могу Но опять это будет криво И бессмысленно Так, а отсюда Они выезжать собираются, нет? Давайте, знаете, что сделаем? Вот так Уберём всё это Чтобы оно перестало мне мешать Надо было сразу так сделать И я бы мог стрелять И не пропустил бы эти два танка Ладно, у меня 55-ка справа кроет Вон там он что-то ездит Ну-ка, хлоп По жопе Двигатель Двигатель Его не видно теперь Ищи его теперь там, свищи Так, опять Надо левее и ниже чутка взять То, что он башню развернул И ещё разок На! Командир-наводчик И ещё Что делает Уш, простите меня? За такой вопрос Очень интересный Наказали АМ-ку Отлично Но у нас весь центр умер, кстати Только что А, Уш там ещё одну АМ-ку нашёл Ну, сейчас он погибнет за это Подозреваю Я очень боюсь, что к нам сейчас приедут С точки Б Потому что здесь мы Прям пузырь оставили Вставай куда угодно И сколько хочешь Да, вон они ездят Пф Я сейчас опять бы сдох Находясь Просто вроде как бы Позади всех Но опять вот они умерли вдвоём В центре Открыли всё направление И сейчас пострадаем Все, всей командой За это Потому что позиции Не держатся Так они и слева едут И справа едут теперь Ё-моё Уш умер Этот вообще туда может уйти Надеюсь, что нет Надежда вот на этого дядю Который кроет Хоть какой-то квартал Красных фонарей Тут он не вылезает, да? Мне очень страшно Из-за того, что у меня как бы С двух сторон танки И тот, который справа Я вообще понятия не имею где Ну вот, который проехал дальше По кварталу к нам Опять эти вертолёты Это просто Как же они надоели Так, вот с этим надо помогать Ооо Ооо А чё делать? Тут их вообще Забей А, ясно Жадничать Жадничать Да Всё, моя команда умерла здесь Хм, яйца респаунов Как же мне не хватает Разведочки здесь Я по низаме здесь кто-то идёт Давайте его встречать Ааа, так тут их несколько АМД, вот здесь еще танк Вот здесь танк Вот он Ты кто такой, чтобы я тебя Здесь наблюдал Я не могу по нему Отстреляться Как бы мне сделать Так, чтобы вот он безопасным стал Этого убили, этот без... Все, отлично Отыграли, хорошо, команда доехала Еще один Или не один Повернуть В НЛД, бам В НЛД они нормально Взрываются Хорошо, что у него углов нет Какое счастье, что это советский танк Ни углов, ни скорости наведения Как и у меня Встретились коллеги Ну у меня-то хоть стабилизатор есть Там еще едет Они прям вот Под меня поджались Целой толпой, да? Ну уже хорошо Помощи, фраги Все идет Когда Оборона позиции И когда наши Наконец-то Распределились Как-то вот По местности Там зенитка Попробовать что-ли Дальше пройти Ага БМП убил Викерса ЗСУ гепарда У меня тут две зенитки Рядом со мной, да? Три У нас в центре Сплошные зенитки Что не может Меня как-то Особо радовать Ладно Довонем вперед Здесь По ощущениям Это вулкан Но помимо вулкана Ведь что-то еще Может быть, да? Закинем арту Это вулкан Ну, Макбет Скорее всего Он меня убьет Ага 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 Я все понял По-моему, я Баллончиком с краской Им в башке дал Но там еще Кто-то есть Это Его теперь с другой стороны Сейчас покромсают Отлично То есть мы его разведем Хорошо Удалось его на себя Отвлечь Вместе с Вражеским танком И он умер Мне за него, правда Ни помощь, ничего не засчитали Но Визель молодец Четко понял Что надо действовать Надо его выпустить отсюда А где танк еще один Который тут был Это вот он Умерший Надеюсь Слева союзник Я так полагаю На ВМАхе Я бы дальше Пока не ехал Надо наблюдать За жизнью Визеля И вообще Использовать Вот это вот Прекрасное Естественное Укрытие Из Брэдли Визель Так подставляется Сейчас Что Ну он просто Обязан Получить плюху Если там кто-то есть Ну вот Видите Что происходит Я ведь Зуб даю Что они там Во-во-во-во-во-во-во Что это такое Я не понимаю Не могу помочь Это Шеридан Во Отлично Вот Визель сыграл свою роль Ха Это сразу было понятно Что он умрет Я не стал бы его отговаривать От этой затеи Тут кто-то едет Я боюсь Что если я дам Неправильный выстрел А я вполне могу Этим снарядом не убить То я умру Это какая-то Ого Су-57-2 Она меня нормально В лобешник не пробивала Меняем позицию Я светился на миникарте Дадим возможность Так сказать Действовать моим союзникам Мм А это что? Ааа Красота Это ИС-4 Ну как красота Ничего хорошего для меня Для меня тяжелый противник Мне бы как-то Это Не покакать Он мне ведь 122 миллиметра-то сунет И И поминай как звали Не пробил Ладно Блин Че мне О! 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 Идея Спасибо Вот! Вот для чего ты нужен Ужик Маленький Родной Ага Вот это и было бы со мной Сейчас Блин Ну Я тут Не имею шансов Да Он Очень там Удачно стоит И Мне мешаются Еще эти Жалюзи Этой фигни Мне бы гуслю Ему что ли Сбить хотя бы То есть я Затрудняюсь Сказать как бы мне Можно было О! Во-во-во-во-во-во-во Эть Минус Тво Что? Понял Ну Хоть у кого-то Были сомнения Что это произойдет Вот так Что он не целит Мне сломает башку Прям в маску Вообще Ноль вопросов А по нему Стрелять невозможно Почти ядерка Так-то Стоит ли говорить о том Что Цунтурен Хороший танк Третий Вполне Если дают играть Но есть проблема Бой кончился Ладно Хотя бы мы выиграли На том спасибо Какой же сегодня Пот происходит Ужасный Ну погнали еще разочек Все таки Интересный бой получился Итак Сможем ли мы Плохие сегодняшние Воспоминания Об этой карте Превратить в хорошие Самое время проверить Может быть у нас Все получится Так А куда мы попали Мы Мы в топе 150 очков Это значит Что мы на 8.0 Или 8.3 Наверное И край Ну мне кажется 8.0 Учитывая тем более Видары и маусы Мы должны быть Прям в самом Вверху списка Это классно Пойдем опять Пробовать Захватывать точку С Надеюсь У нас что-нибудь Из этого получится Мы правда Здесь с другой стороны Воюем На Б Вообще кто-нибудь Идет из наших Да Какая-то партия ЛТшек Туда отправляется Ну и здорово Собственно А мы идем На С В целом Если не пьяный бой То на Центурене Можно отыгрывать Это не значит Что он неуязвимый Какой-то там Но мне нравится Этот танк Благодаря стабилизатору Многое позволяет Провернуть Даже несмотря На все свои недостатки Да Броня Очень странная Практически ее нет Но иногда Что-то подтанковывает Вон засухать А в лобешник Не бьет Это приятно Орудие мощное Наркоман на БМП Точнее на БТР Все время Почему-то называю Их БМП Для меня Все ЛТшки СССР Это БМП Добро пожаловать В ад Нормально Подкалиберы работают На этом танке Меня устраивает Там еще есть Вот он Ну вот Все Поторопился Умер На этом танке Спешить вообще нельзя Брони ноль Два фрага Есть правда Неплохо Забайтился на БМП И как Сел просто на пик Уточенную Бортом башни В лоб Хоть какой-то шанс Был бы Чтобы меня Эта Т-54 Не пробила Ну опять же Опять сам я ошибаюсь И честно говоря Центурион Честно Немного Больше позволяет Все равно Чем на уже Но все еще Не особо много Кстати говоря У нас полностью Умер весь центр А это говорит о том Что сейчас наверное И точка С Пострадает Поэтому стоит Поменять свои приоритеты И попробовать С точкой Б Поковыряться Или как Пойти левее Левее наверное Пойдем просто ИС-3 Видара Убил А где он вообще Вот он Минус ствол Ему сделаем Он у меня Подсветился На карте Все Для моих союзников А то он минус 2 дал Теперь он без ствола Какое-то время И мои союзники Смогут на него Обратить внимание Потому что он светится Вообще в целом Не забывайте Что попадание по врагу С повреждением Подсвечивает его На миникарте Что позволяет Вам обратить внимание На то что он вообще Там есть в целом Союзников Имею ввиду Типа Примерно то же самое Как разведку дать Не можешь дать разведку Так просто попади по нему И он какое-то время Будет светиться Как понесший Потери и урон Блин я боюсь Сейчас мне этот ИС-3 Прям по жопе И впаяет Мы слева танки Здесь вообще просто Забей их На точке С союзниками Все умерли Прям передо мной Где-то Сейчас будет выезжать Вот он Эть Наводчик топливный бак И он уезжает Ему плевать На своей акации Да Все Без шансов Я его не догоню Там где-то танк еще А 54-ка еще раз Я не понял Кто это Вылез на него Посмотреть Ну естественно Словил ваншот Броню у Центуриона Как вы поняли Кот наплакал Не знаю Что сказать Вроде и первое место Команды А вроде я так Два раза Глупо сыграл на нем Что хочется еще Один бой сыграть Вот и пойдем Так Ну а теперь Поля Польша Казалось бы Карта не самая удобная Но для Центуриона Я думаю Норм Да Зум не такой большой Но хотя бы Точность Должна быть Углы есть Те же самые Поэтому Пойдем Пробовать Что-нибудь Получится Сообразить Надеюсь Леопарды И кавэхи Опять же Мы на этот раз Совсем не в топе Как определить В топе вы или нет Даю гайд Сам научился Изначально Дается 450 очков Возрождения Если У вас остается 300 То есть Танк вам стоил 150 Но это имеется ввиду Именно танков касается То это значит Что вы в топе А если У вас остается 350 Или 340 Это значит Что в жопе То есть Грубо говоря У вас за этот танк Вы можете изначально Посмотреть Когда вы его будете брать Сколько очков Возрождения Стоит его Первый респаун Вот только-только Появится И соответственно Чем дороже Тем выше Вы в топе 150 Это вы в топе 100 очков Это вы в самой жопе Промежуточные значения Это промежуточные Боевые рейтинги Ну то есть 110 Это Пред Низ списка 130 Или 140 Это пред Топ списка То есть Не 8.0 Например БР А 8.3 Вот такие вот Расчеты По-моему Это еще По классам Техники Как-то Варьируется Но Насчет этого Опять же Пояснительную Бригаду В комментариях Сегодня Блин Они уже Захватили Точку И я Самое главное Совершенно Не знаю Где их ждать И еду Абсолютно Уязвимым Опять же В этом же Самом Голом Поле Страшно Вырубай А че Турм не едет Турм Просто стоит Это типа Так и должно быть Почему я Наснутри Не еду А он стоит Он знает Больше чем я Или у него Просто Отказал Ааа Ааа Ну как же еще Эта карта Играться должна Конечно Только через объезд Через Зажопье Я не вижу его Благо Тут хотя бы Низинка есть Потыкаем Что он там есть Нихрена Никуда не успеваешь На этом Центурионе Каким-то чудом Я выжил Вон он Еще левее Да Угу Вон он Когда-нибудь Я на него Наведусь Только он уже Уехал Союзник Умер Да Как он Стреляет Через все это Механик Заряжающий Свалю-ка я В закат От него Чтоб он меня Не видел И добью-ка я Этого Руйката Прикольно Блин Играть Против Руйкатов Ломы Подвижность И ты Такой Здравствуйте Я Имбецил Так У меня здесь Два танка Минимум Не считая Тех Что слева Ааа Понятно Это Двухстволка Он меня убьет Он даже Не подставляется Я Ничего не вижу Вы Что-нибудь Видите Я Ничего Не вижу Опять Я Один На Фланге Мои Союзники Опять Сдохли Поголовно Все На Флангах Остались В центре Чтобы Сдохнуть Еще раз Потому что Сейчас Зажмут С флангов Как же Мне больно Жить Да Теперь Их Просто На Респауне Будут Гношить Я Не удивлюсь Если Они Сейчас Все Из боя Повыходят Я Правда Ничем Не лучше Играю На Одном Единственном Центурионе Без Сетапа Но Мои Нервы Просто Не Выдержат Сегодня Я Думаю Таких Прекрасных Метаморфоз А еще Я сегодня Как-то По-особенному Ничего И никого Не вижу Мне кажется Я сейчас Умру Да А где он Вы Видите Что-нибудь Видите Я вижу Деревья И Белую Степь Но Меня Убивают Попробуем Конечно Починиться Но если Чувак Не дурачок То он Просто Не убирал Прицел Но судя по Всему Он убрал Прицел С этого места Если ты умер На Цунтреоне Один раз Второй раз Ресаться По большей части Бесполезно Потому что Все позиции Уже заняты И ты умрешь Еще раз Просто Потому что Все тебя Уже ждут На своих позициях Ну и в целом Играть на Цунтреоне 8.0 БРа Внизу списка Это Это то Чего лучше не делать Против Руйкатов Там всяких И вот этого всего Что просто На два порядка Лучше У них И снаряды Лучше И ездят Они быстрее Ну они По всем Показателям Лучше Чем ты Тебе с ними Будет тяжело Но можно Конечно Сыграть Но Он уедет Пока я тут Пытаюсь Высунуться Еще Еще Ничего Не видно Из этих Деревь Опять же Да Вон он Стоит Где-то Там На своем 48 Бам И умер Слава богу Я хоть его Развел А Это еще Один Сунтурион Под калиберами Калиберами Сложно будет На дистанции Тем более Если попадать По ВЛД А не в башню Ми-24 Давай Иди Кроши Иди Круши Интересно А где Р3 Т20 Вряд ли Он как-то Решил Полностью Исчезнуть Ну Учитывая Что у меня Весь правый Респаун Сдох И шот Откуда-то Еще Бахает Опять же Там Такой же Третий Цент Но На Еще Более Высоком БР А это И есть Наверное Шот Кстати Говоря Заряжающий Механик Это значит Что я умер Скорее Всего Ну Знаете Что Я могу Сказать Ой Слава богу Его добили Да Внизу Списка На нем Будет Тяжело Прикиньте На стоковом Вот этом Чудовище Внизу Списка Играть Вот где Орбит Это будет Достигаться Наводчик А кто Это Благо Стрелять Легко Сказал Я И Пром Боже Это Это Худшее Во что Ой 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 А как Какать Гусеница Ну хотя бы Не уедет А там Еще один И Птур Не Мне Сегодня Меня За руль Сегодня Не пускать И Больше Мне Не наливать С Такой Стрельбой Сегодня Хороших Боев Не Будет Слушайте Ну Центурион На бой Влиять Не Может Так Сильно Зависит От карты Но На таких Вот Ему Тяжко Особенно Внизу Списка Не Точно Точно Ему Очень плохо На 9.0 8.7 9.0 Это Боль 8.0 8.0 8.3 Он Прям Хорош Но Танк Очень Сильно Зависит От Того С кем Попал Потому Что На 9.0 8.7 Совершенно Другая Скорость Боя И Совершенно Другие Типы Снарядов Уже Используются Вот Но у него Был 7.3 Когда-то И он Гнул Все Не Разгибая Поэтому Ему Дали 8.0 Это Логично Вот Укладывается В парадигму И я бы не сказал Что этот танк Плохой Как видите Хорошие бои На нем Тоже Можно Сыграть Ну а я На сегодня Закончу Пожалуй Благодарю Всех За то Что Были Со мной Сегодня И Смотрели Это Видео Приходите Обязательно Завтра Поговорим Еще О чем Более Интересном На Стрв 101 Точно Удобнее Играть Чем На Уже Но Не Так Весело Наверное По На этом Все Всем Удачи И До Новых Встреч Пока Пока